С 12 по 13 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проходит Всероссийская олимпиада по оказанию первой помощи при участии министра здравоохранения Республики Татарстан Аделя Баффина и руководителя медицинских университетов страны. Вам очень счастливилось. Вы являетесь первыми участниками мероприятий, которые вы проходите ежегодно. Это мероприятие будет называться медотлом. То, что вы сегодня будете делать и завтра, это реально входит в ваши профессиональные стандарты. У вас действительно есть уникальная возможность в одном из лучших симуляционных центров показать, на что вы способны. Очень важна именно командная работа, потому что все, что касается экстренной медицинской помощи, это работа командная. Олимпиада проводится в рамках Всероссийской конференции о Казани скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе, достижении и перспективы. Для участия в соревнованиях в КФУ приехали студенческие команды из 16 медицинских вузов России и 5 немедицинских университетов. Ожидаю, во-первых, чего-то нового для себя узнать, проверить свои практические навыки, посмотреть, как коллеги показывают свои умения, что-то, может быть, подчеркнуть новое. Это самое главное. В первую очередь, это, скорее всего, не навыки, а именно оценка того, что я уже знаю, более опытными врачами, более опытными специалистами, которые укажут нам на наши ошибки в первую очередь, укажут нам, в каком направлении нам расти и каким аспектом медицины нам следует ввести внимание, чтобы не совершать ошибок в настоящей профессиональной деятельности. 12 октября в рамках соревновательной части участники представили свои творческие визитки и прошли теоретический этап турнира. Доктора, скорее сюда, у парня остановка сердца, бегом, бегом, 5 минут. Реаниматор? На следующий день команды студентов-медиков демонстрировали навыки по оказанию первой помощи на медицинских симуляторах и манекенах в области акушерства при внебольничных родах, реанимации новорожденных, интубации трахеи, сердечно-легочной реанимации, расширенный комплекс промывания желудка и первой медицинской помощи при ДТП. Приехали на Олимпиаду, Казанский университет. Я так понимаю, это новый симуляционный центр, очень классный, то есть в корне отличается от нашего вообще, наверное. Мне кажется, на европейском уровне очень понравилось, очень классно, завидую казанцам. Мы хотим сказать огромное спасибо организаторам, которые так постарались и подготовили для нас эти станции. Это как жизненный урок, такая квест-игра. Больше запомнилась эта первая самая станция, когда просто зашли и действительно как будто начался какой-то квест. Нам подбегает девушка, просто кричит. Мы, честно говоря, в этот момент растерялись, но попытались взять себя в руки, сделали все возможное. В этот день в рамках конференции «Оказание скорой неотложной медицинской помощи на современном этапе достижения и перспективы» КФУ посетила директора Департамента контрольно-ревизорной деятельности и профилактики правонарушения Министерства науки Российской Федерации Мария Хлопотных совместно с Эльшатом Гафуровым. Ей был продемонстрирован реконструированный военный госпиталь, который с 1 января Нового года откроет свои двери для студентов-медиков. В рамках визита она посетила симуляционный центр, в котором заканчивали практический этап участники соревнований.